Рязанцы продолжают годами бороться за сохранность природы и свое здоровье. И вновь стал вопрос о резком ухудшении состояния воздуха. За один вечер 6 октября на сайт экологической общественной организации «Дышим чистым» поступило более 250 обращений с жалобами. На площадке «Экомонитор62.ру» они отображаются красным цветом. Так экологам интерактивно поступает информация о том, где в данный момент люди обнаружили неприятный запах, в каком направлении он двигается и чем пахнет. «Экомонитор62.ру» заходим, смотрим. Там есть две камеры видеонаблюдения, которые смотрят на Южный и Восточный промоузел с большим разрешением. Там можно рассмотреть каждую трубу в отдельности. Поэтому спрятаться от нас уже невозможно. С новыми полученными данными от горожан экологи намерены обратиться не только в природоохранную прокуратуру, но и в Генеральную прокуратуру в Москве. Своё мнение о состоянии воздуха на сайте может оставить каждый резанец. Кроме того, скоро будет принят шаг, после чего горожане смогут оперативно наблюдать реальные показатели воздуха, которые будут отображаться на сайте. «Мы сейчас заключили договор, оплатили часть средств для изготовления интерактивных датчиков, которые будут измерять как раз основные вредные загрязнители. Это сероводород, диоксид серы, фенол, формальдегид, метилакрилат, которые мы нашли. И эти интерактивные датчики будут, их два пока, стоять как раз на направлении восточных и южных промузлов». Сами горожане отметили в своих сообщениях, что в основном они чувствовали запах сероводорода, канализации или навоза. По словам горожан, зловоние появилось в Дашковой песочне, перетекло в Кальное, а с утра 7 октября дошло до центра города. «Ну это ж невозможно. Вчера какой запах был, а сегодня? Сегодня хоть полегче, чуть-чуть дышится, но вообще ужас». «Ужасно, просто ужасно. Со вчерашнего вечера, наверное. Это просто дышать нечем». Экологи говорят о том, что выбросы вредных веществ негативно сказываются на качестве жизни горожан. Они отмечают, Рязань неспроста входит в число лидирующих регионов в России по заболеваемости раком. «Данные Министерства здравоохранения Рязани по онкологии на четвертом месте, по детской онкологии мы на втором месте по России. По моему мнению, в городе Рязани происходит экологическая катастрофа. Это сказывается на заболеваниях». О трудностях не только со здоровьем, но и с психологическим состоянием говорят и некоторые рязанцы. «В пожилом возрасте на самочувствие влияет. Ну, подавленность возникает определенная». «Дискомфорт есть, но то, что какие-то головные боли, плохое самочувствие, этого нету». «Доставляет дискомфорт, конечно. Хотелось бы чистым воздухом дышать». Специалисты, работающие с душевным состоянием человека, подтверждают, что воздействие неприятных и вредных запахов является негативным для психологического здоровья. «Если люди жалуются, то, соответственно, они начинают нервничать. Просто так человек не начинает жаловаться. Поэтому это уже дополнительный стресс у человека. У него возникает состояние опасения, как чего-то. Он начинает чего-то бояться, состояние страха и опасности». Учитывая постоянные разговоры о пандемии и мысли о том, что осенью снижается иммунитет, почувствовав токсичный запах, люди еще больше нагнетают себя. «Если ощущаемый запах исходит от предприятий, то иммунитет, по мнению специалистов, действительно снижается еще больше». «Найдут источник выбросов? Мое мнение, не найдут. Вот мы обратимся во все контролирующие органы, нам скажут, превышения не было. Мы не раз выходили с предложениями, выезжайте тогда, когда идет выброс, а не через день, через два мерить свежий воздух. Нас не слышат». Экологи считают, что порядок взаимодействия между контролирующими органами не работает, с годами он не меняется. Защитники природы намерены добиться справедливости, регулярно требуя собрать межведомственную комиссию. Вместе с тем и другие экологи объединились в этом мнении. Общественные организации призывают ирязанцев не оставаться в стороне, а вступать в экологические организации или создавать свои, численность которых позволит добиться решения проблем. Пока экологи ищут правду, психологи предлагают рекомендации для того, чтобы проще перенести действия негативных факторов на организм. «Человеку как минимум нужно обратиться к такому специалисту, потому что есть и ответвление в нейроакустике, то есть есть специальные аудиокурсы, которые включаешь, а они работают в течение пяти минут, и человек успокаивается, ему становится легче и лучше». Кроме того, рекомендуется дома плотнее закрывать окна, чтобы не чувствовать плохой запах, слушать приятную музыку, чтобы расслабиться или подушиться аромомаслами. В свою очередь, в одном из компетентных органов в Министерстве природопользования Рязанской области уже подтвердили, что в городе зафиксировано превышение уровня сероводорода. Теперь осталось выяснить, откуда берутся вредные вещества – с заводов или с мест захоронения отходов. Именно такие два варианта рассматривают экологи.